Деревенька мчится на встречу 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Кормилица. У нас в семье все любят домашнее молоко. Готовим творог свой. Утром наша хозяйка успевает покормить, напоить корову и поросенка. И только потом собирается на работу. Валентина Евгеньевна – заместитель директора хозяйства Максимовича Агра. И председатель правкома. Говорит, профсоюз в сельчане обращается чаще всего с проблемами, которые касаются приусадебного хозяйства. По разным вопросам обращаются. Кормом наше хозяйство обеспечивает. Скот даем сено бесплатно в виде накоровку. Также даем натуральную оплату зерном. Ну, если кому-то маловато, может, это закупают, отдельно покупают. Ну, и так оказываем различные услуги населению. По обработке приусадебных участков, по досталке и заготовке нодрол. Ну, потому что в селе без лично подсобного хозяйства нет как. Валентина Евгеньевна всю жизнь прожила в Губинке. Дочь сельского ткача переехала в Максимовичи после замужества. Здесь построили с мужем дом и вырастили двух дочерей, которые сейчас живут в Бобруське. Секрет женского счастья в детях. Если детям хорошо, то и мне хорошо. Они меня тоже не забывают. Жалеют, приезжают, помогают. Сейчас Валентина Евгеньевна живет одна. Дети приезжают только в выходные и праздники. Но работающей женщине на селе скучать некогда. Спасаешься работой, общением с людьми. Дома сидеть, конечно, было бы очень скучно. Работа председателя правкома – это постоянное общение с людьми. Именно в первичках, где все друг друга знают, решаются самые насущные вопросы. Это и заработная плата, и условия труда, и санаторный отдых, и трудовые споры, и множество других вопросов от насельчан, которым наша героиня никогда не остается равнодушной. Забота о людях у нее на первом плане. То есть достойна их заработная плата, условия труда достойные. Вот. Этот человек, конечно, с большой буквы. К слову, Кличевское и Чериковское объединения профсоюзов стали лучшими в республике в 2016 году. Профсоюзы работают для людей, говорят в Максимовичах. Сюда приходят сельчане со своими просьбами. И когда удается помочь – это главная победа. Масленицу отгуляли, начался Великий пост. И тут главное не только отказаться на время от определенной пищи. Пост – это не диета. Важно подумать над своим поведением, делать побольше добрых дел. А лучше взять это за хорошую привычку. Тем временем сельская жизнь становилась все интенсивнее. Весна пришла, начался сезон работ. Но в пост было место и народным праздникам. Например, 3 марта – День овсянки. И, кстати, к моей любимой каше это не имеет никакого отношения. Овсянка – это красивая, с ярким оперением птичка – благовестница быстрого потепления. По легенде, сам бог солнца Ярила дал поручение птице возвещать песни о приходе тепла. В этот день смотрят на облака. Если они высоко и двигаются быстро, значит, скоро погода улучшится. А еще в это время выкладывали на стол пирожки из овсяной муки и называли их овсянники. В Акрогородке Горы, что в Горецком районе, есть сельский центр фольклора и народного творчества. Местная земля богата на мастеров и рукодельниц. И потому старый ткацкий станок здесь – главный экспонат. Таких станков сохранилось мало, тем более в рабочем состоянии. Это раритет, которым гордится центр в горах. Расскажите, что делаете? Делаю материал на жилетку, на народный костюм. Ткань на жилетку придется ткать недели две, но ткачиха говорит, это вполне нормально и даже комфортно. Сам процесс работы ткать нетрудно. Я бы сказала, успокаивает как-то, а трудно намотать нити и заправить станок. Это очень трудно. Здесь 345 нитей по ширине. Сколько, сколько? 345. Этот процесс, конечно, не для суетливых горожан. Тут требуется спокойствие и терпение. Вот одну ниточку пропустишь, и все. И уже ошибка. Ну, а я самоучка, меня никто не учил. Пожилые бабульки приходили, подсказывали, что это как правильно заправить нити. С первого раза не получалось, конечно. Но методом пробы, ошибок начали потихоньку что-то делать. Вот это самое первое. Вот этот поясок был. Узоры пробовали делать. Потом уже на сложнейшее перешли, вот на этот рушник, на широкий. Ну, а потом пошло, поехало как-то само по себе. Ткацкий станок служит человечеству с древних времен. Даже в Древнем Египте такие станки тоже были. Теперь же только в музеях и специальных центрах или еще в сельских домах на чердаках можно встретить ручные ткацкие станки, которые требуют кропотливого труда, усердия и невероятного терпения. И вот пояса. Вот это мужской пояс. Вот мы ткали. Такие пояса может сделать и школьница, если есть желание учиться. Просто к душе сам процесс ткачества. Мне как-то с первого раза понравилось, понравилось, увлеклась. Мне нравится, просто нравится. Даже не могу сказать, почему. Просто нравится. Или что-то кровное есть. У меня прабабушка ткала. Бабушка ткала. Ну и вот. Мама, конечно, нет. Но у нучки все-таки пришлось. Вышивание, рукодельное искусство, женское увлечение или, как говорят в наши дни, хорошее хобби? Вышиваю со школьных лет. Вышивала долго. Потом эта мода как-то ушла в сторону. Сейчас опять как-то мода пошла. И такое желание, что не есть, не спать, а чтобы пришить что-нибудь. В мои детские годы мне так хотелось вязать. А мама говорила, не вяжи. Сейчас все есть в магазине. Купишь носки, купишь рукавицы. А вот желание осталось. Так что будет оно всегда существовать. И вязание, и вышивание. За вышиванием хорошо говорится о жизни. Спокойно и неторопливо. Я здесь и в школу ходила. Закончила здесь 10 классов. Потом уехала на Украину, жила там. Вернулась. Тянулась сюда. И вот живу здесь. Все хорошо. Люди встретили. Работу дали. Квартиру дали. Вот и живем. Умением украшать самыми различными узорами. Всевозможные ткани и материалы хорошо владели нашей бабушке и прабабушке. И теперь еще во многих сельских домах можно увидеть и вышитые картины, и белье из катерти. Современные модные дизайнеры тоже стремятся использовать вышивки в моделях одежды. Но все-таки это штучный товар. Да и вышиванки наших бабушек уже не для каждодневного пользования, а для памяти и украшения. И, конечно, для сохранения наших традиций. Ткачество – одно из древних ремесел. Из льна и шерсти ткали повседневную одежду и пояса. А по праздникам надевали украшения ручной работы. Тоже тканые. Много веков умения ткать передавали из поколения в поколение. Сегодня ткут не в домах, а на фабриках. Из традиционного ремесла ткачество стало искусством, породившим новое направление. Например, ткачество из бисера. Своеобразный ремейк на древнее ремесло. Сам этот материал, он очень такой, знаете, он нежный. Он даже, можно сказать, хоть это из стекла, но он дышит. Дышит жизнью. Ты воплощаешь даже из этих стекляночек, маленьких стеклышек, жизнь. Татьяна Стелькина – чериковская ткачиха в первом поколении. Мне почему-то вот именно зацепилось как-то и вот это ткачество бисерное. И не столько, сколько бисерное ткачество, сколько вот эти вот символика, вот это штрихи, которые, коды, которые раньше вышивки использовали наши предки. Вот этот мотив у нас, он, это не просто, да, вот цветочки, это мотив душа. Он символизирует предков наших, да, это как оберег, он считается, что предки оберегают себя. Они такие нежные, они такие красивые. Не хочется дотрагиваться аккуратно, аккуратно. Есть вещи, которые ты просто берёшь в руки, а это другое. Как это называется? Ачелья на голове. Ачелья? Ачелья, а это гайтан. Там, где орнаменты, это гайтаны. Там, где цветовое больше уже такое, это герданы. Главное отличие бисерного ткачества от ткачества классического в том, что в украшениях из бисера нет изнаночной стороны. Красота, конечно. Вот сегодняшние бусы уже не ток. Ткать, ну нельзя просто, вот ты захотел, пошёл, или вот есть определённые дни, когда начинать нужно это делать, когда, по каким дням именно. Ну вот рекомендуется обычно делать это понедельник, вторник и четверг по мужским дням. Не оглядываясь на дни недели, мы решили сделать свой сувенир на память. Для изготовления такой гитары нам понадобится сантиметров, может, 60 проволоки. Сегодня Татьяна учит бисероплетению и ткачеству мальчиков. А ведь раньше этим ремеслом владели лишь женщины. Усидчивость и терпение – то, чего не хватает современным барышням. Ну, у меня вот есть, ну, снеговик этот. Мне в нём нравится, потому что это оранжевая шапка и морковка. Самое красивое можно сделать, например, ящерицу или овчарку. Овчарку? Вот это овчарка, да? Ого, а это язык? Да. Ну, похоже, ты знаешь, у меня овчарка похожа. Способ, как можно набирать, просто взял, они у нас приклеились и дальше. А вы таким не пользовались? Нет, мы ещё так никогда не делали. Мы или по одной, или сразу с полотна набирали. Ну вот, видите. Ну вот то, что получилось, последние штрихи за меня закончил Илья. Да. А вот то, что делают дети. Ну, наверное, вполне достойно, да? Конечно. Петуха. Я сделала его, потому что год огненного петуха, и поэтому, ну, чтобы он приносил вам счастье, там, оберегал вас. То есть, как оберег. Спасибо большое. Вот вам ещё один. Ещё один оберег? Вот он будет оператора оберегать. Держи. Раз, спасибо. Просовывай руку, да? Держи. То ли по привычке, то ли по желанию, сделанное из современных малюсеньких бусинок фигурки и украшения тоже наделяют магическими свойствами. И вот вам ещё один привет из прошлого – суеверие. Но это, как говорится, совсем другая история. Пока мы с вами заботимся о будущем урожае, сеем семена, готовим рассаду, вот там, высоко-высоко в космосе, уже собирают урожай. На Международной космической станции выросла китайская капуста. Часть урожая пойдёт на салаты для космонавтов, остальное же отправят на Землю для исследования. Между прочим, в условиях невесомости также выросли цветы, пшеница, горох и карликовая японская капуста. Космические растения пока эксперимент, но, думаю, в будущем, далёком или близком, на Землю будут выставлять партии овощей, выращенных на орбите. Ведь каждому любопытно, какие они по вкусу. Ну что ж, я Елена Соловьёва, желаю вам новых открытий и новых знаний, и пусть их будет побольше этой весной. Субтитры подогнал «Симон»